В Одинцовском отделении ДСАФ прошел день открытых дверей для юношей в рамках общероссийского движения Силы России. В стенах ДСАФ мы пригласили и нашу фракцию Одинцовской единой России, наших ребят, и молодая гвардия, и будущие призывники, которые пойдут служить, для того, чтобы рассказать о деятельности военно-патриотической нашей направленности ДСАФ. Главная ее задача – обучить и научить молодое поколение по любой специальности, которая связана с обороной страны. У нас есть и тиры, есть лазер-так, у нас есть сейчас и такое новое направление, как сборка и работа с квадрокоптерами. Мы здесь занимаемся и интерактивной подготовкой в тирах, и здесь ребята, в общем-то, проходят такую и виртуальную подготовку, здесь VR-арена, и практическую могут спуститься у нас и боевые ножи, и можно и силовые упражнения, то есть весь комплекс на небольшой территории. Конструктор дронов Даниил Колосов считает, что беспилотные летательные аппараты за время боевых действий показали свою высокую эффективность. Тогда ему пришла идея разрабатывать свои летательные аппараты. Он стремится к тому, чтобы собирать их исключительно из отечественных комплектующих. Дроны собираются, а в процесс вот этот срок сборки две недели также включены тесты, то есть мы выезжаем в специальные места, запускаем дроны, также донастраиваем их, потом проверяем их в условиях радиоэлектронной борьбы, и уже затем мы их передаем заказчикам. На дне открытых дверей представили летательный аппарат «Грач». Его используют для поражения цели противника или для разведки. Такой дрон уже участвовал в боевых действиях. Также представили свежую разработку для разведки в зданиях. Этот аппарат используют и для учебно-тренировочных полетов. Управляют им через специальные VR-очки. Здесь по инициативе партии «Единая Россия» мы проводим показ возможностей ДСАФ, что, чему и как они могут обучать нашу подрастающую молодежь. Я вам скажу, что здесь, в ДСАФ, который находится на территории, у нас в Одинцовском городском округе есть все современные классы. Здесь не только занимаются серьезными разработками, но и ребята помладше готовят подарки для тех, кто находится на передовой. Рисунки, письма со словами поддержки – все то, что может подарить улыбку нашим защитникам.